Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас еще один заказ Фаберлик по 18 каталогу на виночке полноразмерочкой Лесар. Давайте скорее распаковывать. Такая небольшая коробочка счастья. Сейчас вместе с вами распакуем. Очень много вопросов вы всегда задаете по поводу того, что я почтой получаю посылку или как-то еще. Нет, девочки, я получаю на пункте выдачи. И без вас ваши коробочки на пункте выдачи не имеют права вскрывать. Кому отдают уже в пакетах, это незаконно. Знаете, имейте в виду, они могут при вас вскрыть, проверить наличие вместе с вами и тогда уже вам отдавать. Так вот, как все упаковано у нас. Давайте начинать. Так, ну что, давайте по порядку. Первое, что вижу, девчонки, заказала вот такую водолазку ребенку в школу. Это у нас трикотажный джемпер с длинным рукавом для девочки. Артикул 527 313, светло-розовый. Размер я взяла 146, хотя у нас еще только 130 с небольшим рост. Но как-то вот детская одежда 146, Фаберлик нам нормально на 7 лет. 7,5. Так, состав 95% хлопок, 5 эластан. Производитель, девчонки, Бангладеш. Производитель в Бангладеш. Сделано 4-го, 20-го Бангладеш. Так, вот как выглядит упаковочка. Давайте вскрывать и будем мерить, да? Да. Да, уже лежит, ждет и ждет, потому что здесь есть покупок много для нее. В основном вот эти штучки, аж 4 было, да? От влаги которой. Так, переложена еще была вот такая бумажка. Они всегда так делают, Фаберлик. Вот как выглядит водолазка. Камера немножко делает ее светлее. Сейчас померяем, увидите, она поярче. Вот такой вот красивый ворот с синим бантиком. Длинный рукавчик. И на конце рукавчика тоже вот такой, вот такой вот, как это назвать, девчонки? Ну, присборено, в общем, и оно пришито здесь. Так, вот такая водолазочка. Сейчас мы этикеточку оторвем и все померяем. И вам покажем. Так, вот у нас Пупс водолазки. Она достаточно длинная, рукавчик длинный, да? То есть есть небольшой все-таки запас. Опусти ручки, пожалуйста, мы уловишь. Вот. Вот так здорово по качеству. Все приятненькое, мягенькое. Все хорошо, все замечательно. Под сарафанчиком, в котором мы ходим в школу, очень здорово. Рукавчик можно подвернуть немножко. А длина, ну-ка, повернись задом, Пупсика. Длина, вот, почти Пупс, скрывая. Тоже здорово, все замечательно. Потратила свои последние баллы по Фаберлик-клубу. И что взяла, девчонки? Взяла две пены для бритья мужу. Я никогда ему еще не брала пены Фаберлик. Это первый раз, там, после бритья брала и так далее. А пены первый раз. Первый у нас ланселот, артикул, артикул 0533. Сейчас посмотрим с вами сроки годности, что у нас там в Фаберлик-клубе со сроками. Ой, свежачок, 12-й, 0-й, 20-й, отлично. Вот такая пена для бритья. По-моему, пены и одна, и вторая, девчонки, по 25 баллов, если не ошибаюсь. И вторая Вентедвенчерс. Вот эта голубенькая пена, у нее артикул, найди, а вот, 0500. Со сроками годности тоже свежая, достаточно, 18-е, 07-е, 20-е на дне написано. Вот такая пена. Потом вам в пустых баночках или в обзоре каталога расскажу обязательно, какая вам понравилась больше. Заставлю по очереди их попробовать. Ну, можно, в принципе, и самой попробовать. И взяла, девчонки, первый раз в жизни, кстати, попробовать кислородное дыхание, влажные салфетки для снятия макияжа, 15 штук. Аксиологи, да, это у нас линейка. Они, по-моему, 15 баллов, девчонки, если не ошибаюсь. 0,287 артикул. И по срокам годности у нас тоже все нормально. 28, 10, 20 свежие салфеточки. Первый раз взяла, в каком-нибудь влоге с вами вместе протестируем, насколько хорошо они снимают макияж. Потому что мне вот так для работы, сутками работаю, да. Ну, или когда прям совсем лень, знаете, так лежишь на диване, там. Котен, принеси салфеточку, да, и такая стерла салфеточку, мылась, и все хорошо. На крайний такие случаи, может, на поездке пригодится. Если хорошо снимает макияж, то пригодится. Спасибо, малыш, я не про эти тебе говорила, не надо салфеточки. Так, поехали дальше. Дальше, девчонки, я заказала по... Получается, когда делаешь заказ через сайт, не через приложение, в приложении этого нету, а когда через сайт есть некоторые продукты, написано только онлайн. То есть их нет в каталоге, и они есть только онлайн. Первый я взяла вот такой вот чай, красивая, кстати, коробочка, не чаю, их еще нет в каталоге. Это чай черный с кусочками имбиря и медом. Природные энзимы, каждый листик чая пропитан соком имбиря. Так, что тут у нас? Состав. Чай черный, байховый, крупнолистовой, медовый, гранулы, мед и глюкоза, имбирь, сок имбиря. Здорово, состав отличный. Вот тут у нас прозрачными такими наклеечками запаяна коробка. Сейчас я их вот так отрежу. Так. Вот, и открываем с вами. Что он из себя представляет, девочки? Он представляет из себя вот такую пачку чая. Объем. Сейчас мы с вами найдем объем 50 грамм. То есть мы его завариваем с вами в чайнике, да? И здесь такие огромные куски имбиря, видите? Вообще. Давайте с вами потестим хотя бы ароматы. Я чай не пью. На самом деле я взяла мужу. Я могу кофейку выпить, а так я ни чай, ни кофе особенно не люблю. Имбирем пахнет, прям имбирем. Прям даже такая вот в нос ударила, щиплет имбирный вот эта вот острота. Ну здорово, сейчас на зиму вообще классно, смотрите. Я думаю, что у нас листочки с вами эти будут раскрываться, когда мы будем заваривать чай. Я обязательно сейчас кружечку заварю, а вдруг понравится. И здесь такие есть кругляши. Это у нас, я так понимаю, мед, девчонки. Вот такие беленькие кругляши еще. Это у нас, наверное, мед. А так листики действительно чая черные. Много очень имбиря. Я заварю кружечку и вам тоже сделаю вставочку. Мы с вами посмотрим. Вот такой вот чай. Мне кажется, будет вкусненько, здорово. Ну для тех, кто любит имбирь, опять же, да? Также взяла вот по этой онлайн, не распродаже, а просто онлайн, да? Только онлайн. Батончики, ну по-моему, они уже есть в каталоге, или нет, девчонки, по-моему, в следующем. Они чаев, они вот в такой коробочке. Здесь их 4 штуки, и вышли они довольно бюджетно. Я вам артикуль чая не сказала, да? По артикулу тоже, наверное, можно найти этот чай. Найти, Света, попробую артикул. На дне. 160.36, девчонки. Дата производства 8, 11, 20. Сейчас я вас по ценам сориентирую. Вы просили называть меня и цены. Так, чай у нас получается 299 рублей, и с моей скидкой 26% 221 рубль. Батончики 249 рублей со скидкой 184. То есть 184 рубля за 4 батончика, девчонки, они по 40 с небольшим рублей. Это нормальная цена. Вот это уже более-менее адекватно. Не как у нас каждый батончик и стоит по 100 рублей. Да, взяла кокос и лимончик, мне очень захотелось, 120 грамм, 4 штуки по 30 грамм. Сейчас артикул тоже с вами где-нибудь откопаем. 160.63. Открываем с вами коробочку, и что мы там видим? Видим мы там 4 батончика. Вот они. Вот они, кокосовые батончики у нас с вами. Котён, давай запробуем батончик. Девочкам расскажем, вкусно нам было или нет. Он лимонный. Он лимонный с кокосом. Видите, он достаточно такой пластичный, как гармошка, солнышко. Вот. Вот такого размера он цельный. И я вижу здесь кокосовую, Котён, лампа шатается, кокосовую стружку. И сейчас мы с вами попробуем. Держи. Что такое? Вкусненький. Ой, мне нравится, девчонки. Он, правда, с лимончиком, да? Состав. Составы фабердик вообще кисленький такой, приятный, правда? Он абсолютно не притренный, я даже сахара не чувствую. Стружка кокосовая, сироп, олигофруктозы, цедра, лимонная, сушеная, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, натуральный краситель, куркумин. Может содержать следы орехов и арахиса. 439 килокалорий на 100 грамм. Это почти на 4 батончика. То есть один батончик у нас 100 с чем-то калорий. Вкусно. Прям ярко выражен и кокос, и лимончик. Причем кокос в конце раскрывается, когда пропадает вот эта кислинка от лимона. Так, я пока отложу. Давайте вторые. Вторые с вишней взяла. Показалось, мне тоже будет вкусненько. Кисленько. Так, артикул вишни у нас 160-59. Смотрите, и здесь уже калорийность гораздо меньше. В два раза 279 килокалорий. Кто следит за фигурой? 279 на 100 грамм, девчонки. То есть в каждом батончике около 50 килокалорий. Здесь состав только побольше. Сироп олигофруктозы, овсяные хлопья, экструдированные злаковые шарики, вишня сушеная, стружка кокосовая, мака. Я не знаю, что такое мака, девчонки. Знаете, молотая. Все потеряла. Масло подсолнечное, рафинированное. Зачем-то здесь. Клетчатка свекловичная. Эмульгатор соевой лецитин, ароматизатор, антиокислитель, альфа-токоферол. Может содержать следы орехов и арахиса. Вот они, 4 батонечка с вишней. Тебе вкусно? Правда здорово? Здорово и полезно. Это очень приятно всегда. Так, а как у нас выглядит с вишней? Они у нас со всяными хлопьями, да? Тоже мега полезность. Вот такая вот эта. Запробуем, Катя? Ну, кусочек маленький, отломи. Это вкуснее, тебе больше понравится с вишней. Прям вишня. Прям вишня, вишня очень вкусно. Сахар вообще не чувствую. Это овсянка. Овсянка? Вкусно. Мне нравится. Да, есть вкус овсянки. Он действительно ощущается. Но здесь их немного. Овсяных хлопьев, видите, они вот местами. В основном вот эти вот шарики такие интересные. Слишне тоже вкусные, девчонки. Вообще понравился. Заказ ребенка. Попросила ярко-розовый блеск, да? Это тебе. Вот мы взяли. Это у нас новинка. Я себе не планировала, потому что я блески не люблю. Ребенка попросила. Как отказать, да? Блеск для губ. В прошлом каталоге вышел. 405-23. Какой-то вот самый ярко-розовый. Ну да, я сейчас попробую. Затестить можно? Нет, он не странный. Он вот так открывается. И здесь у нас такая кисточка, как нажидка губной помаде из линейки Glam Team, да? Вот такая вот с небольшим углублением внутри, с небольшим таким. Вот изогнутый чуть-чуть. Сейчас я попробую. Но не такой он сильно ядреный. Такой же абсолютно привкус, как у наших прошлых блесков. Не сильно липкий, кстати. Сейчас еще нанесем. Заодно, хотел сказать, нажатие. За один раз выдают очень мало продукта, и чтобы наслоить и получился яркий цвет, надо несколько раз туда окунуться. Так. Слушайте, красивенько, да? Да, Катя? Да. Пожалуйста, только не мазюкайтесь. Нам сейчас водолазку еще мерить, ладно? Угу. Вот, девочки. Подожди, дай сводчик еще девочками сделала. Сводчик вам сделаю сейчас. И покажу поближе, как он выглядит. Ну, такой розовенький, достаточно плотный. Мне кажется, как и прошлые блески ничем абсолютно не отличаются. Но здесь хотя бы нет ощущения песка на губах, потому что в некоторых оттенках, из линейки, особенно Галамтим, большие вот эти блески, там в некоторых оттенках есть ощущение песка на губах. Сейчас покажу вам поближе. Вот, девочки, сводчик, как выглядит блеск. Я бы не сказала, что он прям ярко-розовый, как он в каталоге нарисован и описан, да? Нет, он достаточно такой приятный, даже нюд с розовым подтоном, я бы сказала. Достойный оттеночек. Вот так. Но липкость все равно есть, обычно такой классический блеск. Так, мыло. Пошу понюхала, сказала, что из упаковки пахнет вкусно. Заказала именно елочку, тоже это все заказ ребенка. Я просила. Да, 26-20 артикул елки. Мы сейчас с вами распакуем, потому что можно. Сейчас, котен. Вкусно пахнет, не могу понять, чем. Вот она как выглядит, эта елочка. И сзади у нас написано Хаберлик. На подарки сейчас набрать милое дело. Положите вот так, как презентик маленький. Ну, какая-то вкусная такая, парфюмерная, но еле ощутимая, девчонки, отдушка. Не могу даже сказать и не сладкий, и не свежий, и явно не елка, естественно, да? Ну, вкусненько, прям здорово, мне нравится. Будешь таким мылом мыться? Да, я даже нос не могу от него. Оторвать? Да. Не могу даже вам описать. И не выпечка никакая, и не приторный. Хорошая такая вот, не сильно бьет в нос, еле уловимая душка. Так, дальше взяла шампунь-бальзам для детей Техно Китс 2 в 1. Артикул мыла, вам сказала, да? Артикул шампуня 2354, 3+, постоянно повторяем эту покупку, нравится, берем всегда. И когда малыш идет купаться, он может на себя за раз половину баночки вылить или в ванну себе, да, для пены. Они у нас очень быстро качаются, поэтому пополняем запасы. Так, еще одна интересная новиночка, девчонки, это носки. Думала взять и кофточку, может быть, но было бы интересно, потом подумала, что ну как-то не бюджет, ну совсем подожди, малыш, дай показать. Уже отнимают. Вот такие носки, сейчас мы их будем вместе с вами раскрашивать, посмотрим, что из этого выйдет. Так, специальные, да, 4 штуки для девочки. Размер я взяла 20-22, размеры Фаберлика. Смотрите размерную сетку на сайте или в интернете. В общем, я взяла, по-моему, самую большую, которая была. Помню многих в обсуждениях ВКонтакте смущила этот вопрос, что там за размеры такие странные, 18-20. Это же ну совсем малышковые. Нет, девчонки, это не малышковые, это на возраст как раз, вот на наш, наверное, где-то так. Я буду в них ходить. Да, 70% хлопок, 28% полиэстер, 2% эластан. Я уже отрезала. Подождите, пупсик. Инструкция. Вот такие 4 маркера. Желтый, розовый, сиреневый и голубой. Держите. И вот они носочки. Их можно раскрашивать. Как тебе нравится. Подожди. Сейчас мы их достанем. Ну да, нет, на наш, может быть, чуть-чуть великоватый будут возраст. В принципе, они и на меня налезли, девчонки, если растянуть, да. Ну это на возраст 7-10, 12 даже лет. Вот смотрите, растянула. Вот такие вот носочки, достаточно высокие. А я могу вот эту белую? И вот так они выглядят внутри, да, здесь нитки вот эти черные. А вот эту я вот могу раскрашать? Да, сейчас мы с тобой все вместе будем раскрашивать. Потерпите, дама, пожалуйста. Так, ну что, мы приступать будем сейчас к раскрашиванию. Вообще, отпечатывается, если что-то не подкладывать. Носочки можно и так. Но можно вот так вот листик согнуть и вставить в носок, чтобы не отпечатывалось, да. Потому что фломастером... Сейчас попробуем. Не бойся, что бояться-то. Сердечко желтое? Так. А вот эту все равно? Во, красиво. А вот эту все равно? Ну вот эту не надо беленькую. Зачем? Пусть они беленькие останутся. Ты раскрашивай только, не заезжай, аккуратно старайся. Вот, еди на рожку можно смотреть. Я пузик хочу розовое. Пузико вот это? Да. Ну давай пузико розовое. Так. Сложно открывается. Да. Вот, раскрашиваем. Не, ну страшно. Не бойся. Одежду раскрашивать страшно, да? Это впервые такое дикость. Дикость, скажи, какая, да? Ну, чтобы кофту можно было бы взять. Не заезжай аккуратненько, чтобы у нас красивые носки получились. Будешь таскать их. Потом через 24 часа, по-моему, девчонки можно стирать. И вроде как краска должна оставаться. Я вам в сюжетах потом расскажу после стирки, как они себя поведут. Сейчас мы их раскрасим. Красиво, да, котен? Да, ты второй будешь. Я второй? Да. Ну, елки-палки. Ну ладно, сейчас раскрасим и покажем. Нет. Ну вот, я уже устала, если честно. Ну так быстро раскрашивают. Они достаточно хорошо рисуют по ткани. Здорово, смотрите, как красиво. Все, мол, ты будешь дальше сама раскрашивать. Это твои носки, ты их раскрашивай. Да, можно не спешить, не обязательно все сразу устанешь. Так, ну-ка, подержи. Котен носок вот этот, я посмотрю, отпечаталась или нет. Внизу подержи, внизу подержи. О, держишь. Оп. А, нет, вроде не отпечатывается краска. Ну, ничего, можно не подкладывать. Вот. Вот носочки, смотри, тут и радуги есть, и короны, и цветочки. И облачка. Красиво, красиво, здорово. А интересно тебе? Да? Нравится? И футболку, и носки. И футболку бы еще бы, да? Вообще. Носки-то раскрашивать до вечера можно сидеть. Ну, ура. Ну, мы раскрасились. Какая прелесть. Это я раскрашивала. Такие высокие они, носочки. Подписаны они у нас, Ксюша. Чтобы никто не стырил, да? Правильно. Нечего носки, скажем, мои носить. Моя красота. Моя прелесть. Класс? Да. Супер. Класс. Я сама-то она все раскрашивала. Вот молодец какая. Не надо, не три. В течение суток как-то краска должна въесться, что ли. Потом можно стирать. Буду говорить, носить не снимая. Супер? Да. Ну, и последнее, что вам покажу, что очень хочется с вами вместе протестировать, это аромат Элисар. Смотрите, какая красивая коробочка. Бликует, вся переливается. В подарок от компании за один рубль получите такой парфюм. Это круто. На самом деле это круто. Так, артикул водички у нас, девчонки, 30,93. Артикул пробника 341-88. Если у вас пробник не проходит, значит его на вашем складе нет, потому что мы вчера с девочками у некоторых проходил пробничек, у некоторых нет. И я писала в службу поддержки. И если пробник не проходит, по коду 341-88 не выдает, значит его нет на складе. Ждем поступления. Сейчас все парфюмы у нас приходят с вот такой вот штучкой. Этот парфюм у нас заслудирован весь. Сейчас мы с вами его открываем. Пробник, когда мы с вами тестировали, мне очень понравился аромат. И потом, когда я вышла на улицу, именно на мороз, девчонки, он так играет круто на морозе. На зиму вообще здорово. Вот именно мороз, когда, да, он невероятно круто искрится. Мне так понравилось. Гораздо больше и гораздо интереснее он звучит на улице, нежели в помещении. Вообще восхитительно. И я специально нанесла из пробника парфюм на футболку и несколько дней от футболки пахло. Чтобы вы понимали, да? Так, открываем с вами коробочку. Где у нас там подвесочка? Сваровский. Даже пахнет, слушайте. Смотрите, как все упаковано. Вот она лежит, подвесочка. И вот он у нас сам парфюм. Вот он какой. Вот такой вот красивый. Мне хочется подвеску быстрее открыть. Вот так она запакована. В таком маленьком пакетике его уже переливается чем-то голубым. Хотя я на нее смотрю, мне не отливает, а через камеру отливает. Так здорово. Так, здесь у нас есть внутри пакетика бумажка. Она запечатана, что это действительно кристалл Сваровский, девчонки. Размер кристалла 18 на 12 миллиметров. Размер цепочки 45. 45 не очень много, по-моему, сделали в безопасе плюс 9, что ли, как обычно делают. Вот тут лежит внутри бумажка, что это у нас Сваровский, да, подтверждающая. Сейчас мы это все дело с вами достанем. Вот, смотрите, кристалл Сваровский и кот. А, вот он кот. Вот этот кот, которым можно, я сейчас поближе покажу, проверить, что это действительно кристалл Сваровский. Вот такая вот цепочка красивая. А, вот, смотрите, здесь дополнительное звено прикреплено, да? Как-то они некрасиво его сделали. Зачем вот эта штука? Вот. И вот такой вот кристаллик, который играет, переливается. Так, где мне солнышко поймать его? Красивый, красивый, красивый. По длине цепочки. Сейчас я вам сначала покажу, потом в своем примере. Смотрите, девчонки, какой красивый кристаллик. Он прям всеми цветами радуги играет. Вот с обратной стороны он вот так вот просто покрыт, видите? А с этой стороны он всеми цветами. Участно камера играет с желтым, красным, да? До этого играл с зеленым, синим. Очень красиво. Вот эта вот штучка с кодом, что это кристалл Сваровский у нас. Да? Так. Вот в таком пакетике был. А вот сам парфюм сразу вам поближе покажу, как он выглядит. Такая вот крышечка, как будто кристаллик тоже. И вот сам парфюм. Сейчас я примерю цепочку. Мне очень интересно, как она будет сама отрезаться. Насколько она будет длинной, девчонки. Ну так, чтобы вот можно было носить. С чем? С чем ее можно догласить? Нелегкая задача. Вот, девчонки. Вот какой длины. Очень красиво, лаконично. Если еще такие сережечки бы с таким кристалликом в камеру куда-то не уезжали, было бы вообще здорово. Вот такая длина. Красиво, мне кажется, да? Переливается разными цветами, в зависимости от освещения. Ну и, собственно говоря, сам аромат, хоть мы с вами не тестировали его в пробнике, но иногда у Фаберлик бывает так, что в пробнике одно полноразмерки, а в другое крышечка почему-то пахнет, как будто вы уже пшикали кто-то. Ну нет, это все то же самое, но еще более насыщенный, как и в пробничке. Аромат красивый, аромат искристый. Я почему-то холодное время года представляю. В нем достаточно много сладких ноточек. Ну классный аромат. Я не умею их описывать. Девчонки, берите пробник, как на вашем складе появится. Обязательно берите и тестируйте сами. Распыляет мелко, здорово. Классно, мне нравится. Вы знаете, кто давно меня смотрит, что я не люблю ароматы Фаберлика и могу выделить по пальцам одной руки, сосчитать, которые более-менее достойные. Женские, мужские, больше достойных. Этот действительно зашел, этот действительно нравится. Классный. И он стойкий, он очень стойкий. Крышечка. А, вот в одном положении до щелчка. А так, нет, просто надевается без щелчка. Вот так. Мне очень понравился. Поэтому, если раздумываете, лучше, конечно, взять пробник. Цена совершенно не бюджетная. Пробник потестировать, поносить, понять, любите ли вы такое, надо ли вам. Мне надо. Мне очень нравится. И вот этот аромат мне хочется носить этой зимой, никакой другой. Я уже все свои ароматы, девчонки, которые у меня были, в основном, маевенские. Отнесла на работу, отдала девчонкам. Просто отдала. Кому какой нравится, забирайте. Я ставила у себя дома, наверное, пять ароматов максимум. Вот этот шестой будет. И Фраше парочку, и вон парочку. Киллианна у меня стоит. И вот от Фаберлик. Теперь тоже будет стоять от Фаберлик. У меня ароматов не было очень давно. И все. Чтобы вот были достойные, которые нравятся, которые носишь, и не копить вот эти вот горы ароматов. Ну их нафиг. Так что, девчонки, я довольна очень за котиком. Довольна, что пришла наконец-то ко мне водичка, прям как слон. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, если они у вас остались после ролика. Я вас всех очень люблю, целую. И ссылочка на регистрацию Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будете в моей команде. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok